Итак, привет, друзья! С вами снова я, Илья Пономаренко. И в этом видео хочу показать вам пример живого разбора одного из моих учеников в программе по запуску книжного бизнеса на Амазоне в Германии. Меня люди часто спрашивают, как это вообще проходит, как это выглядит, что там внутри, как. И вот могу сказать такую вещь. Просто я хочу это видео записать, и вот когда у меня будут поступать подобные вопросы, я просто буду давать ссылочку на это видео, чтобы люди посмотрели. Как это происходит? Очень просто. Когда вы покупаете и оплачиваете обучение по запуску книжного бизнеса на Амазоне в Германии, вы получаете доступ в специальную закрытую онлайн-программу. В этой онлайн-программе у вас стоят в каждом модуле подробные пошаговые видео уроки о том, что нужно вам делать. Дальше мы встречаемся с вами один или два раза в неделю онлайн. Это может быть по скайпу, это может быть по сервису ЦУМ, это может быть по телефону. Ах, я уйду около дороги, надеюсь, меня слышно будет. И дальше мы разбираем каждую неделю все проблемы, все вопросы, все ваши затыки, которые могли возникнуть при прохождении этой обучающей программы. Вот так это примерно выглядит. И в итоге, когда вы закончите прохождение этой программы, у вас есть на руках, по сути, работающий книжный бизнес на Амазоне в Германии. Вы поняли систему, вы научились водить, так сказать, машинку, и можете делать это потом сами, без моей помощи. И вот сейчас в этом видео я покажу просто отрезок из одного из разборов, одного из моих учеников по книжному бизнесу на Амазоне в Германии. То есть у него была проблема с темой, с нишей, он не мог понять, как это все. И вот как мы разбирали с ним, как я ему помогал, как я его направлял. Вот небольшой отрезочек из этого видео. Сейчас я вам включу, и вы посмотрите просто, как это происходит. Оригинальный разбор, этот разбор есть у всех, кто приобрел доступ к обучению. Он у всех есть в закрытой программе. Там можно посмотреть. Общий разбор длился, по-моему, около полутора часов. И вот так я разбираю подробно каждого из своих учеников. Средний сейлс рейн, какой здесь? Ну, если не учитывать, это... Это новая книга, скорее всего, с ноликом. Да, да. Не учитываем. Если брать вот эти вот, то 10 книг верхние здесь получается где-то... Ну, где-то... Около от 50 до 70, так. Угу, примерно. Ну... Это о чем говорит? Ну, это... В принципе, нам-то ориентироваться на самое хорошее. Это должно где-то в пределах двух тысяч быть. Нет, две тысячи это идеально, конечно. Я говорил, что ты сейчас у нас находишься в киндл-шопе. Соответственно, для киндл-шопа до 15 до 20 тысяч сейлс рейнг. Это говорит о том, что в эту нишу можно заходить. Тут же 50 тысяч. Плюс у тебя маленькая очень конкуренция. Плюс у тебя большое... Относительно вот этих параметров большое количество рецензий. И сама книга по себе должна быть очень толстой. Теперь сравниваем затраты ресурсы, которые мы тратим на создание книги и ее рентабельность. Что ты делаешь? Вывод какой? Ну, тоже она невыгодна. Правильно. Давай ищем дальше. Чтобы не путаться в буквах, я тебе рекомендую по клавиатуре набирать, начиная с буквы Q и заканчивая буквой M. То есть, прямо вот по порядку проходить и все. Это ты уже делал. Ну, рецепты. Я не знаю, смогут эти писатели... Писатели смогут все, что ты им сделаешь. Если их задание какое-то дашь. Ну, давайте посмотрим эту нишу. Так, что ты видишь по конкуренции? Конкуренция здесь 331 эргебнес. Так, это что говорит? Ну, довольно-таки приличная конкуренция уже. Хорошо. Востребованная ниша получается. Хорошо. Включай-ка Деспай. Так, средняя. Но, если рассматривать страницы, то тут довольно-таки разнобой такой идет. Хорошо. Возьми первые 10 книг. Тут, где стоит N.A. Это, скорее всего, новые книжки. Ну, да. Значит, ты их пропускаешь и просто берешь 11-12-12-12. Ну, получается, в среднем, так, ну, где-то от 80-ти, так, до 110-ти в этом промежутке нужно. Потому что это 69-70. Ну, около 100 страниц. Сколько? Около 100 страниц минимум, да. Чтобы вырваться от, которые меньше написали и быть в серединке. Я бы даже сказал 120-130 тебе минимум нужно. Смотри, первая книга 193, седьмая 169, восьмая вообще 453, двенадцатая 160 страниц. Дальше идет у тебя 148 и 128 наименьшее. И все, что меньше, мы сейчас не берем, потому что у тебя остальные очень толстые книги выходят. И поэтому в среднем, я бы сказал, не меньше 130-135 или 140 страниц тебе здесь надо написать. Ну, это опять получается где-то около 15 тысяч слов, 130 страниц и на 450 евро выходит. Да. По рецензиям, что ты здесь видишь? Рецензии здесь только у некоторых книг хорошие. Ну, как высокие. В основном, братья, если я 13-81, вот эта книга хорошая, интервал фаст называется. Хорошая, это значит, их дофига рецензий. Ну, да. Это негативно для тебя. Для меня, да, но это как показатель, что... Значит, среднее количество страниц тебе здесь нужно, как мы сказали, 130-140 примерно. По ключевому слову, книги оптимизированы, есть конкуренция? Чем меньше оптимизированных книг на ключевое твое слово, тем лучше. Еще один фактор, который я тоже объяснял, ты его не должен упускать. Здесь у тебя половина, скажем так, оптимизирована. По рецензиям, что ты здесь видишь? Рецензии, ну, некоторые книги хорошие имеют. Ну, как вот мы сейчас... Что ли для тебя это сигнализирует? Сколько тебе рецензий набрать нужно будет? Ну, немного нужно набрать. Если среднюю брать не надо, минимум 100 набрать. Потому что здесь вот... Да, правильно. По сейлс рэнку среднему, что ты видишь, если не брать вот эти с нулями, которые... Ну, получается, что 4, 6, 2, довольно-таки они хорошо продаются. Окей. То есть, ниша рентабельна? Да. Залезть можно, но по количеству рецензий тебе нужно их будет набрать очень тяжело. Вопрос для тебя сразу, который вопрос ты должен себе ставить. Ты видишь прибыльную нишу, рентабельную. При этом конкуренция у тебя здесь довольно-таки большая. При этом тебе нужно выпустить... Ну, я скажу так, на 130-140 страниц эта книга у меня лично уже стандарт. То есть, я меньше книг даже не выпускаю. Это нормально. То есть, это говорит о том, что книжка более-менее там толстая. Соответственно, можно просить за нее чуть больше денег. То есть, по страницам меня бы это тоже устроило. По количеству рецензий. Вопрос ты должен себе поставить. Ты готов будешь инвестировать деньги, чтобы собрать эти рецензии? Потому что бесплатные способы, которые я тебе буду показывать, они будут очень долго для тебя идти. Ну, малоэффективные. Нет, они как бы... Ну, по сравнению с платными, да, они малоэффективные. Смотри, если ты возьмешь книгу, у которой 5 отзывов. Если ты возьмешь книгу, у которой нет отзывов. И если ты возьмешь книгу, у которой 100 отзывов на Амазоне. И эта книга реально бьет тебе по твоей боли и помогает тебе решить твою проблему. Какую из этих книг ты купишь? Вот не думая прямо, отвечай. Ну, конечно, люди больше смотрят на популярные книги. Вот ты ответил на свой вопрос. Ну, я имел в виду, насколько это... Как у тебя уже опыт есть, допустим, ты тоже экспериментировал или когда начинал, у тебя не было возможности. И ты потом увидел, насколько это... Ну, это вот простая логика твоей целевой аудитории. Мы к этому во втором модуле, как бы, проработку твоей целевой аудитории мы займемся во втором модуле. Но чисто психологически, на какую книгу ты будешь больше всего смотреть? Чисто психологически, что тебе твой внутренний голос будет говорить, если ты видишь книгу с 5 отзывами, с нулями отзывов и со 100 отзывами? Ну, естественно, на ту, которая более популярна, значит... Соответственно, какая книжка у тебя будет стоять вопрос больше взять? Какой ты книжке будешь склоняться больше купить? С большими отзывами. Вот настолько тебе повышает количество отзывов продаваемость твоей книги, на психологическом уровне твоей целевой аудитории. Понимаешь? Понятно. Теперь уже знания расширились еще больше. Плюс ко всему алгоритм Амазона видит, если книга покупается, отзывы пишутся, значит, скорее всего, книжка... Ну, хорошая книжка, а если она хорошая, значит, если так покупают, значит, ее нужно поднимать вверх. А алгоритм Амазона работает, он же заинтересован тоже делать больше денег. С каждой продажей он же тоже получает свои деньги. Соответственно, он лучший продукт, и он поднимает наверх, потому что продукт лучший, хороший, он хорошо продается. Если Амазон поднимет наверх, он еще больше будет продаваться. А если он будет еще больше продаваться, Амазон еще больше денег заработает. Поэтому это в интересах Амазона. Понятно. Итак, какой вывод мы делаем про эту нишу, про это ключевое слово? Sales rank здесь отличный, количество рецензий здесь достаточно большое, при этом по толщине книжка нормальная, 130-140 страниц это нормально, количество конкурентов тут большое. Вывод какой делаем? Получается, что есть возможность попробовать именно в этой нише. Да. Попробовать здесь можно, было бы. Что ты принимаешь? Тогда мы остановимся. Ну, тогда можно попробовать и написать книгу в этой нише. Хорошо, давай, значит, открывай у себя текстовый редактор и выписывай главную тему книги интерваль фаст на рецепты. Вот так проходит живой разбор, это один из примеров, он может быть еще глубже, он может быть еще короче, в зависимости от того, какая у тебя может возникнуть проблема при прохождении обучения у меня и по моей программе по запуску книжного бизнеса на Амазоне в Германии за 90 дней. Теперь, если тебе захотелось самому поучаствовать в этой программе, если ты хочешь сам запустить свой книжный бизнес на Амазоне в Германии, то в описании под этим видео ты найдешь ссылочку, нажав на которую ты можешь узнать все подробности, что, как, где, когда проходит обучение. Для тех, кому просто хочется узнать о различных возможностях создания пассивного дохода в Германии через интернет с нуля, для тех, кто хочет узнать, но при этом имеет реальное желание это начать делать, и не просто потрепаться, да, по телефону там или по скайпу, для тех я предлагаю бесплатную стратегическую консультацию по запуску книжного бизнеса на Амазоне в Германии, по другим методам, как получить консультацию, какие условия, все это можно узнать также, нажав на ссылочку под этим видео, и дальше вся информация стоит на той страничке в интернете. Ну и для тех, кто не хочет со мной общаться вживую, а хочет просто узнать способы, которые работают, как создать можно пассивные источники дохода, как потом деньги, которые потекут, можно пассивно умножать, обо всем этом я расписал все подробно в книжке «Свои 5 шагов к созданию пассивного дохода в Германии с нуля». Книжку можно приобрести также по ссылочке в описании под этим видео, стоит ссылочка на книжку, вот, и можете почитать там отзывы, можете почитать комментарии, о чем книжка, если кому-то надо, кому-то интересно, покупайте, приобретайте, читайте и внедряйте, самое главное, и получайте ваше счастье, пассивное счастье, так сказать. Вот, на книжку действует сейчас акция, она уценена в цене, но как долго это будет акция идти, уценка я не знаю, то есть, может быть, я скоро ее уберу, и, может быть, даже если ты сейчас смотришь это видео, книжка уже не имеет никакой скидки, но, как бы, кто успел, тот и съел, да. Первые, как мы знаем, пожинают самые вкусные плоды, а те, кто опоздуны, кушают грязь за ними. На этом все. Кому видео понравилось, ставьте лайк, делитесь видео со своими друзьями. С вами был Илья Пономаренко, и увидимся с вами в следующем видео. Пока. Тебе понравилось это видео, и оно было для тебя полезным? Тогда не поленись, пожалуйста, и поставь ему лайк, поделись этим видео со своими друзьями, и подпишись на мой канал, и забудь нажать при этом колокольчик, чтобы не пропустить следующие интересные и полезные для тебя видео. Все ссылки, а также дополнительную информацию к этому видео ты найдешь прямо в описании под этим видео. Так что, если тебе тема интересна, то просто загляни в описание под этим видео, и там ты найдешь дополнительную полезную для тебя информацию. Кстати, а хочешь я тебе помогу создать твой пассивный доход в Германии через интернет? Или научу тебя лично зарабатывать деньги в Германии через интернет? Просто посмотри, что говорят другие люди, которые уже прошли через мою бесплатную стратегическую консультацию, или прочли мою книгу «Пять шагов к созданию пассивного дохода в Германии с нуля». Почему бы и нет? Подумал я. Я очень рада, что существуют такие авторы, как Илья Пономаренко, который мотивирует людей. Просто потрясающе. Илья не просто рассказывает про то, что вы можете сделать, а вот как мне очень нравится, он проводит прям пошагово, прям по пунктам. Как вы можете очень простыми способами заработать пассивно? Вкладывает в голову правильные мысли насчет дохода, насчет того, что действительно нужно шевелиться. И как это сделать так, что один раз напряжешься, постараешься, создашь свою систему, а потом ты просто с нее получаешь денежку. Оттуда 5 евро, оттуда 60, оттуда 100, а в итоге сумма получается с тремя нулями. Я написала ему еще и лично, и он в своей консультации очень подробно мне рассказал даже про какие-то финансовые аспекты, сколько это будет стоить, рассказал какую-то дополнительную информацию. И именно, знаете, не то, что общее, а то, что вот у меня был вопрос, а вот этот момент нужно сделать так или так. Он говорит лучше вот так, потому-то, потому-то, потому-то. Ведь сегодня так просто каждый из вас может сделать бизнес. Вы делаете это один раз, и потом вам идет пассивный заработок на ваш счет в банке. И это просто супер. Мой мозг закипел. Не тратишь так много времени. Один раз создал, и затем, так сказать, пожираешь плоды. Другие специалисты в этом плане с вас попросят в десятки раз больше. Огромное спасибо Илье за его чуткость, понимание. Огромное спасибо за эту коуч-сессию. Я хочу сказать, что это была одна из лучших коуч-сессий, которые я проходила. Что бы я хотела, наверное, резюмировать. Если у вас есть какие-то идеи, но вы не знаете, как их реализовать, именно теряясь в большом потоке информации и не понимая конкретики собственных действий, чтобы прийти от вашего желания до конечного пункта, почитайте, пообщайтесь с Ильей. Реально поможет. Очень советую. То, что ты для меня сделал. Огромная благодарность. Еще раз. Удачи тебе и спасибо. Спасибо, Илья. Спасибо. Рекомендую вам, Илью, чтобы вы достигли своих результатов и были эффективными. Ну что, хочешь сам попробовать? Если да, тогда под этим видео ты найдешь ссылочку, перейдя по которой ты можешь получить всю дальнейшую информацию о том, как я лично могу тебе помочь создать твой пассивный доход в Германии через интернет. Или научить тебя зарабатывать деньги в Германии через интернет. Спасибо за твое внимание. С тобой был Илья Пономаренко. Мой сайт iliaponomarenko.com Я желаю тебе классного, суперского, прибыльного и солнечного дня. Увидимся с тобой в следующем видео. Пока.